Омский школьник умер на тренировке из-за кровоизлияния в мозг. Таково заключение судмедэкспертизы. Напомню, трагедия произошла 21 сентября, около пяти часов вечера. Восьмиклассник, который уже два года занимается футболом, пришел на стадион Шинник. По словам очевидцев, подростку стало плохо прямо во время разминки. Пробежав полкруга по стадиону, подросток потерял сознание. Я сидела там с подругой, на стадионе выходим, и бабушка одна выходит. Не знаю, его ли эта бабушка говорит, что, наверное, не выживет. И мама какая-то выходит и говорит, что у него эпилепсия, началась пена изо рта, и пульса не чувствуется. И вахтеша, который там сидит, говорит, что уже реанимацию вызвали. По словам соседей, 14-летнего мальчика раньше он занимался тяжелой атлетикой. Однако, продолжая тренировки, ему запрецили врачи. Тогда школьник пошел на футбол. Посещать секцию без медицинской справки нельзя. Значит, педиатр разрешил подростку заниматься этим видом спорта. Но, как выяснилось, в детском саду мальчик переболел менингитом. По версии следствия, именно это и могло стать причиной. Разрыва сосудов головного мозга во время футбольной тренировки. Подобный диагноз и причина смерти развивается скоропостижно, скажем так. И предотвратить практически невозможно. Но в ходе следствия будет выясняться вопрос, в том числе о влиянии физических нагрузок и занятий спортом. И возможно ли было предотвратить в ходе медицинских осмотров данное заболевание у несовершеннолетнего футболиста.